Москва, Лос-Анджелес, Томск Да, томичи разлетелись по всему миру Санкт-Петербург, Турция, Китай Это не просто томичи, это выпускники Томского государственного университета Израиль, Дубай, Новосибирск Аркадий Сигал – это старший научный сотрудник Московского научно-исследовательского центра Шлюмберже Это международная компания со столетним стажем, которая занимается разработкой нефтяной и газовой индустрии Аркадий является выпускником физического факультета ТГУ Аркадий сразу себя проявил, обращал на себя внимание Он задавал довольно много вопросов, иногда глубоких, иногда наивных Но, значит, это всегда была живая дискуссия, она оживляла лекции Не все преподаватели в равной степени любят таких активных студентов Но в целом это очень важная часть студенческого сообщества Те, кому хочется знать больше, кто атакует преподавателя вопросами И это обращало на него внимание Научной работой он со мной начал заниматься с четвертого курса В университете он понял, что руководитель – это не просто квалифицированный специалист Он должен находиться в постоянном развитии и научном поиске Для Аркадия преподаватели в ТГУ стали рыцарями-джедаями Они помогали найти правильный путь в науку Ему была дана очень оригинальная задача о построении классических и квантовых моделей спиновых частиц Любых представлений То есть в физике все частицы классифицируются по представлениям группы Панкаре То есть такой структуры, которая знает про симметрию пространства-времени Оказывается, это определяет и свойства частиц, особенно фундаментальных частиц Таких, из которых создаются, потом складываются более сложные структуры Ну вот Аркадию была дана идея, некоторая новая, которую я предложил О построении таких моделей частиц И он блестяще с этой задачей справился Также в дальнейшем мы развили эту тему уже, когда он был аспирантом Совместно с другим очень талантливым аспирантом того времени Алексеем Шараповым, который был на год старше Сигала И они блестяще совершенно взаимодействовали Это был просто замечательный тандем В Томский государственный университет Аркадий поступил Потому что здесь были все возможности заниматься теоретической физикой А она нашего героя увлекала еще с самого детства Вообще теоретическая физика любит талантливых, трудолюбивых И, так сказать, при этом они могут быть очень разными Аркадий был таким типом Он сделал блестящую кандидатскую диссертацию Получил очень хорошее образование, что вообще типично для нашего факультета Мы учим на мировом уровне У нас очень сбалансированная программа Дающая очень фундаментальное, последовательное, всеобъемлющее образование В теоретической физике и математике И это было замечено Как и его успехи, его, так сказать, таланты И прекрасная подготовка Он получил приглашение после защиты кандидатской диссертации Приехать в Москву в отделение теоретической физики Физического института Академии наук Это крупнейший российский, советский, до этого И самый, пожалуй, знаменитый институт физический в России И теоретделение – это созвездие звезд Если можно так сказать, тавтология некоторой советской И потом российской теоретической физики Где работали многие знаменитости, нобелевские лукеаты После окончания аспирантуры Аркадия звали в Москву В физический институт РАН А после и за рубеж Но он от этого отказался Позже в своем интервью он сказал, что совершенно об этом не пожалел Затем он ушел в российский филиал Шлюмберже в Москве Сейчас он работает в научном отделе и занимается исследованиями